1 июня, примерно в 16.30 по местному времени, некто Хуани, респектабельный 53-летний житель Тайваня, управлявший белоснежной Тесла на автопилоте, врезался в перевернутый грузовик. Это была нерядовая авария. Автомобиль на полном ходу, то есть не снижая скорости, врезалась в крышу трейлера, который попал в аварию до этого, а потому лежал на боку и занимал две полосы, так что не заметить его было просто невозможно. Однако ДТП все-таки случилось, и произошло это потому, что в Тесла был активирован режим автопилота, который не справился со своей прямой обязанностью обеспечить безопасное вождение при минимуме вмешательства со стороны водителя. Интеллектуальная система круиз-контроля автомобилей Илона Маска дает сбой не впервые. Так, в 2016 году по той же причине во Флориде погиб Джошуа Брайан. Автопилот в его машине не распознал препятствий в виде полуприцепа, и Тесла С, который за год до этого в аналогичной ситуации спас своего владельца, на сей раз размазал его между колесами автопоезда. Тремя годами позже в лобовом столкновении лишился жизни Джереми Баннер. На этот раз автопилот Тесла С не увидел идущую навстречу фуру. И это далеко не полный перечень ДТП, которые произошли по вине интеллектуальной системы содействия водителю производства Тесла Моторс. Во всех трех случаях и в свежем тайваньском наезде Тесла на крышу трейлера, в котором, слава богу, никто не пострадал, и в двух других вышеописанных ДТП автопилот не распознал помехи, которые передвигались под необычным углом обзора или не двигались вообще. К тому же каждый раз погода была ясно, небо безоблачное, а грузовики были белого или почти белого цвета. То есть система либо не увидела препятствия, либо не сумела понять, что это такое. Известный автоблогер и Тесла Вод Скотт Куба снял несколько роликов, в которых анализируют косяки производителя именно с точки зрения применения автопилота. По его мнению, нейронная сеть, которая управляет машиной, слишком шаблонно реагирует на резкие изменения трафика и не совсем адекватно воспринимает некоторые объекты дорожной инфраструктуры. Так управляемая Скоттом Тесла решила притормозить, увидев над собой указатель расстояния чересчур больших габаритов. Но даже не подумала остановиться после того, как, выйдя из виража на подъеме, практически уперлась в пробку. Скорее всего, нечто подобное случилось и 1 июня на Тайване. Автопилот неправильно расценил ситуацию, а человек положился на его решение, которое оказалось неверным. Официальных выводов тайваньской дорожной полиции по этому ДТП в открытом доступе нет. Однако не приходится сомневаться, что виновным будет признан водитель Тесла. Он находился за рулем, он не выбрал безопасную скорость, он не сумел оценить ситуацию и не предпринял мер по ее предотвращению. Стандартный набор формулировок для подобных происшествий. Какой из всего этого следует вывод? Прежде всего, огольно обвинять в происходящем Тесла не стоит. Да, инженеры и программисты не учли всех возможных дорожных ситуаций и не научили свою систему распознавать такие нетривиальные помехи, но и Хуань не должен был с легким сердцем передоверять ответственность автопилоту. Каждый покупатель электромобиля Тесла вместе с машиной получает соответствующий дисклеймер, в котором четко говорится, что эта система создана для помощи водителю, а не для его замены. Кстати, если бы нечто подобное случилось с Мерседесом или Фордом, отдуваться наверняка пришлось бы немцам или американцам. Такова уж природа современного хейтинга, и это тоже человеческий фактор. Но, а самое главное, вера каждого человека является его неотъемлемым правом. Однако подменять этой верой собственные обязанности не вправе никто, иначе начнется анархия. Это к тому, что водительские права получает человек, а не автопилот, каким бы супернавороченным он ни был. Так что ездите аккуратнее и берегите себя и других.